Вакцинация сейчас, пожалуй, главная мера борьбы с коронавирусной напастью. Так посчитал и Михаил Борисюк, поэтому и пришел в Брестскую городскую поликлинику номер один за своей первой вакциной от COVID-19. Пришел, потому что очень хочется не болеть и еще пожить. Смотришь по телевизору, поэтому все, люди умирают, надо сделать. Я думаю, хуже не будет. Водность уже, восьмой, десяток. Так что решил, думаю, и до лета мне было, когда огород, а сейчас решил появиться. Просто я немножко болею, так что, думаю, надо немножко подстраховаться. Если еще полгода назад в стенах поликлиники номер один, как и в любой другой поликлинике нашего города, выстраивались огромные очереди из желающих привиться, то уже сейчас это 2-3 человека в час. Немного, но зато стабильно. Вакцинация в поликлинике проводится активно. Я хочу сказать, конечно, наши пациенты идут в поликлинику на вакцинацию, поскольку все-таки читают и в средствах массовой информации, и везде, что коронавирусная инфекция продолжается. И с учетом того, что даже на данный момент имеется небольшой подъем заболеваемости, вот поэтому все активно идут в поликлинику. Активную позицию проявляют это наши пенсионеры, и за это им большое спасибо. Конечно, мы работаем и с организациями другими, с промышленными организациями, с социальной сферой, с педагогами, но немножечко, конечно, вот здесь больше работы, приходится усилий приложить, чтобы привлечь данное население к вакцинации. На сегодняшний день в Бресте, в Брестском районе, привито первым компонентом вакцины около 44 тысяч человек, а вторым компонентом около 39 тысяч человек. И я советую брещанам и жителям Брестского района поспешить на вакцинацию, дабы успеть до сезонного подъема острых респираторных инфекций получить два компонента вакцины против коронавирусной инфекции, то есть интервал 21 день, и после второй прививки против ковида сделать прививку через месяц против гриппа. Тогда вы будете защищены против этих двух инфекций. В нашем разговоре врач Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Геннадий Радченко спрогнозировал дальнейшую ситуацию с ковидом. Оптимизма пока не наблюдается. Даже сейчас, несмотря на тысячи привитых граждан, уже вторую неделю в Бресте и Брестском районе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы ожидаем и дальнейший рост заболеваемости, потому что заканчивается отпускная кампания. То есть август это месяц, когда максимально люди идут в отпуска, выезжали за пределы Республики Беларусь, возвращаются с каникул дети. Начинается учебный год, поэтому будет движение, скажем, населения в коллективах. Поэтому есть вероятность, что и в дальнейшем будет отмечаться рост заболеваемости. Кроме того, мы накануне осеннего периода, а это период подъема сезонной заболеваемости, острыми респираторными инфекциями, гриппом. Поэтому сейчас надо позаботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких. Сегодня основной метод борьбы с коронавирусной инфекцией – это вакцинация. Тем более в городе сейчас предоставлены для этого все условия. Помимо территориальных поликлиник, свою дозу иммунитета от коронавирусной инфекции можно получить в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах и других учреждениях, например, торговый центр «Варшавский». Также продолжается активная работа сотрудников выездных бригад, которые проводят вакцинацию по заявкам предприятий прямо по месту работы. Именно сейчас пришло время большой социальной ответственности по отношению к своему здоровью и по отношению к окружающим нас людям.